С выбором профессии Дарья Шитова определилась рано. Еще в школе девушку привлекали естественные науки, и она решила, что хочет дальше развиваться в этом направлении. Выбор пал на Приволжский исследовательский медицинский университет, где Дарья проучилась 8 лет, 6 на лечебном деле и 2 года в ординатуре по специальности от Арина Ларингология. Здесь мне больше помогло именно школьное образование, где я заканчивала 20-ю школу. У меня был прекрасный учитель по биологии, Ефана Верия Николаевна. Именно благодаря ей я как бы поняла, что я хочу заниматься чем-то связанным с химией и биологией. И, наверное, одним из первых, на что пал выбор, это была медицина. На приеме Лор осматривает нос, уши, глотку, гортань и выслушивает жалобы пациента. Помимо стандартных процедур он лечит носоглоточные ушные травмы, извлекает инородные предметы. Врач этого профиля владеет навыками нескольких специалистов, чтобы точно определить диагноз. Специальность подразумевает различные контакты с другими специалистами. То есть постоянно приходится совершенствоваться в этой профессии. То есть нужно знать не только заболевания уха, горла и носа, но нужно контактировать и с неврологами, и с дерматологами, и с онкологами. То есть это такая вот междисциплинарная получается работа. Это, я считаю, очень интересно. Врач говорит, что пациенты часто не обращают внимания на симптомы и в итоге запускают болезни. Чаще всего это насморк, который люди пытаются лечить самостоятельно. По словам специалиста, это главная ошибка. Люди очень часто имеют зависимость от капель сосудосуживающих. Народ не замечает, что они ими пользуются уже постоянно, а в итоге это уже выливается в заболевание. Молодой специалист рекомендует лучше следить за своим здоровьем и регулярно проходить обследование, чтобы избежать серьезных заболеваний. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.